Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Здравствуйте! Этот ролик я снимаю специально для подписчиков канала, специально для тех, кто следит за моей работой, хочет записаться в группу, посетить вебинары. Я выписал себе примерно 7 пунктов, которые надо вам осветить, потому что я скоро ухожу в отпуск, во-первых. Нужно рассказать о грядущих событиях этого лета, о весне. В общем, этот ролик я постараюсь сделать максимально таким новостным, чтобы ответить на все ваши вопросы, которые вы пишете. И это важно! Обязательно его посмотрите до конца. Значит, первое, по поводу вебинара, который состоится уже в эту субботу с Дмитрием Криченко в ПАКОМ, президентом ассоциации. Значит, кто не в курсе, еще раз, да, мы рекомендуем вам прийти не просто потому, что вы хотите послушать, а потому что от очень высокого специалиста своего дела вы сможете получить практические ответы на ваши практические вопросы по дневникам, по убеждениям, по разнице в терапии неврозов и депрессий. Как и предыдущие вебинары, если вы смотрели, они очень информативные и хорошо заходят в голову. Одна и та же информация, но заходит по-другому. Плюс еще будет новая информация про депрессии, с акцентом на депрессии, как именно с депрессией мы работаем. Также по поводу этого вебинара. Суть заключается в том, что процессинговый центр Робокасса все еще не восстановил свою работу и сегодня они прислали письмо, что им на восстановление работы, чтобы принимать ваши кредитные карты, нужно еще дня 2-3. Это у нас значит четверг, пятница, суббота, то есть в лучшем случае с понедельника вы сможете оплачивать кредитными картами. Но вебинар у нас уже в субботу. К сожалению, так уж произошло, наших рук это творение в этом смысле, поэтому в данном случае, те, кто хотят прийти на этот вебинар, вам придется воспользоваться переводом на номера карт. На номера карт либо Сбербанка, либо на номера карты ВТБ. Не используем золотую корону, не используем Western Union, потому что это будет геморрой. У меня будет вот такая пачка переводов, посмотрите, как меня в банке посмотрят, что это такое? 20 переводов по полторы тысячи. Повесятся все, кто только можно и зададут много интересных вопросов. Поэтому переводы приниматься не будут, уж сори, да, будут приниматься только переводы на номера карт. Когда вы делаете перевод на номер карты, вы обязательно в комментариях указываете вашу электронную почту, на которую вам придет доступ. Вебинар будет идти два с половиной часа в субботу с 11.00. На всякий случай продублируйте в электронной почте неврозенецобака.gmail.com, что вы оплатили, вам на эту почту придет ответ на письмо с регистратором. К сожалению, придется потерпеть в этом смысле, но я думаю, что оно того стоит. То же самое касается акции, которая была недавно проведена. Значит, спасибо вам большое за слова, которые вы написали по поводу того, что я сделал 50% скидку на весь архив. Кто-то не успел, кто-то аккумулирует эти 300, да, и мое принято решение продлить эту акцию до 1 мая. Соответственно, кто хочет весь архив моих вебинаров, весь архив, включая DVD-курс с методичками, по работе с панической атакой, с агорофобией, с навязчивыми мыслями, с депрессией, вебинар по самооценке, фундаментальный важный вебинар, вебинар по стрессоустойчивости, это практическая часть работы в когнитивной терапии. Вебинар тот самый про внутренние конфликты, тот самый дорогой, помните, он тоже туда входит бесплатно, последний крайний вебинар. И еще 12 тем, социофобия, внутренний конфликт на работе, там и так далее. Посмотрите на сайте в разделе материалы для самостоятельной работы, там все эти материалы подробно расписаны. Так вот, весь этот архив с 50% скидкой. Многие воспользовались, пожалуйста, кто не успел, до 1 мая можете это сделать. Также с переводом, к сожалению, только на карту ВТБ или Сберванка, номера карт указаны на сайте. Это по поводу акции, до 1 мая она продлена. Далее, значит, что теперь из новостей, вы меня спрашиваете. Одна из главных новостей мая заключается в том, что в мае будут проведены несколько мероприятий. В конце мая, в последние выходные мая, это у нас 28-29, у меня будет двухдневный семинар, очный, в Санкт-Петербурге, в клинике лечения депрессии и фобий. Соответственно, в штаб-квартире когнитивно-погнитической психотерапии, естественно, как обычно. Поэтому, приглашаю всех петербуржцев последние выходные перед летом провести в очень плотной, хорошей работе, не только над симптоматикой, я ей уделяю не так много времени, но и главное это над работой, над своим мышлением, над работой, над постановкой целей, работой над когнитивной терапией, работой над семейными проблемами, работой над такой эмоционально-мотивационной частью. В общем, вот кто посещал мои семинары, понимает, о чем я говорю, и поверьте, останетесь очень мотивированы, довольны, и многие ответы на ваши вопросы уйдут, и впереди останется такая дорога реализовывать то, что вы получите. Поэтому, приглашаю всех в Питер, как записаться в Санкт-Петербург, это будет конец мая, я думаю, что уже в начале следующей недели уже будет работать рыбокасса, и вы сможете бронировать места в Санкт-Петербург уже по карточкам через сайт Безневроза ТВ, раздел оплаты услуг. Следующий момент, мая. В мае будет набор долгожданный, точнее, набор уже открыт в группы. Это те самые дистанционные группы, которые уже много лет, а именно 6, работают для вас. Я набираю сезон летний, он называется, две группы, которые будут заниматься с лета, весь июнь, июль, август и чуть-чуть сентябрь, 3,5 месяца, за которые ребята в группе получат всю необходимую практическую информацию, не только по работе с симптоматикой, но и по работе с когнитивной терапией, разбор каждого клиента, разбор каждого члена группы в отдельности. Это не вебинары, это видеоконференции, вы видите меня, вас видят другие, мы микрофоном общаемся свободно. Группы очень популярны, многие о них уже знают, где-то слышали, читали. Так вот, набирается группа четверг и набирается группа понедельник. Группа четверг ориентировочно будет начинаться 26 мая, это четверги. Группа понедельник будет начинать 30 мая, это понедельники. Но бронирование на группу будет уже начато с понедельника. Почему? Потому что желающих много, а группы маленькие. Я не делаю никакие тренинги с большим количеством людей, потому что это, мягко говоря, профанация. Моя задача максимально детализирована проработать каждого человека так, чтобы именно он понял, что именно его является сутью проблемы, как он создает себе определенную тревогу, какие обстоятельства жизни вызвали эту тревогу. Поэтому в группе обычно 8-10 максимум человек. Ну, 10 бывает очень редко. В основном 8, 8-9. Так вот, поэтому, чтобы вам успеть в эту группу попасть на конец мая и на летний сезон успеть до осени, вам надо будет забронировать за собой место. Бронирование будет стоить, как обычно, 1000 рублей. Сама группа будет стоить 7500 в месяц. Всего 3 месяца. То есть, вы платите 1000 рублей в виде бронирования, потом 6500 вы платите за оплату первого блока. Блок – это 4 занятия. Это не календарный месяц от первого до первого. Это 4 занятия. Начиная с второго дня наших занятий. То есть, первое занятие будут вводными и постановочными. То есть, мы будем ставить определенный план терапии. Я буду с каждым знакомиться, с его симптоматикой, с тем, как это все развивалось. Чтобы для себя записать определенный план работы с индивидуально каждым человеком. А затем мы уже с следующего занятия начинаем отчитывать первое. Итак, 4 занятия будут стоить 7500. Если их разделить, эти 7500 на 4, посчитайте, сколько будет стоить одно занятие. Я считать не буду за вас. Сами смотрите. Планируйте свои бюджеты. Поэтому запись бронирования начнется с того момента, как заработает рыбокасса на 10 уже следующей недели. Просто вы заходите на сайт, в раздел оплаты услуг. Там будет бронирование либо четвергов, либо понедельника, соответственно, с описанием дат ориентировочного начала. Оплачивайте 1000 рублей и спокойно себе существуете весь май. Со словами, я уже в группе, можно особо сильно не париться. И еще один такой момент. Мои группы всегда ориентировались не на работу с панической атакой. И не на работу с какими-то симптомами. Концептуальная задача терапии настоящей заключается в том, что есть ваши симптомы, это проявление определенного беспокойства и проявление определенного напряжения. И работа вашего покорного услуги заключается в следующих нескольких моментах. Понять, донести до вас, что вот на верхушке айсберга это всего лишь симптоматика, но симптоматику образовывает напряжение. Это ваше отношение к определенным жизненным обстоятельствам, текущим или грядущим. И вот работа над восприятием текущих, грядущих обстоятельств, работа над эффективностью, работа над достижением целей, работа над эмоциями, этим мы будем с вами заниматься 3,5 месяца. По группам сказал, Питер сказал, да, значит, следующий момент, который будет в мае. 22 мая, это 22 мая, это у нас будет, какой день у нас это будет 22 мая? 22 мая, это у нас, это у нас будет воскресенье. Я буду проводить долгожданный, долгожданный, сейчас секундочку, так сделаем, долгожданный вебинар по взаимоотношениям. Она же будет называться семейное или такая, семейное консультирование и решение вопросов в паре. Объясню, с чем связана эта тема. Очень большое количество невротических расстройств, которое я наблюдаю в своем кабинете очно или по скайпу дистанционно, связано с отношениями в паре. Неважно, это семейная пара или это встречающаяся пара, или это одиночество, или это измена, или это страх измены, или это ревность, или это невозможность построить отношения, а мне уже 30, да? Вот все эти темы, почему мы изменяем, почему отношения начинают натягиваться, почему люди расстаются, почему они уходят, как мы выбираем себе партнера, почему я одна такая несчастная, а вроде как неплохая, почему ко мне так относятся, почему я это все терплю, как построить гармоничное отношение с точки зрения практической психотерапии, именно неврозов, чтобы не вызвать потом симптоматику. Вот я об этом и буду говорить. Как связана симптоматика с вашими отношениями с мужем и женой, с парнем или с девушкой? Вы это все увидите в трехчасовом вебинаре 22 мая. Билет будет стоить достаточно доступно, он будет стоить 750 рублей на трехчасовой вебинар. Это 22 мая. Поэтому рекомендую прийти с семьями, рекомендую притащить ваши вторые половинки. Я очень, как я обычно это делаю, детально, популярно буду рассказывать о том, как это все происходит, как избежать симптоматики, как решать недосказанности, почему вы ссоритесь по мелочам, как избежать вот этих вот моментов, что вы ссоритесь по мелочам, как избежать измен, что такое ревность, самооценка, почему именно вас задевает то, что он или она делает, как принимать решения в паре. Это тоже огромный пласт будет разобран, потому что внутренние конфликты часто связаны с тем, что я не могу принять решение уйти или остаться, а что она подумает, а как это будет и так далее. В общем, будет огромный, важный вебинар, на который рекомендую всем прийти 22 мая. Также за свой отпуск я буду прописывать определенные новинки, которые вы увидите уже этим летом. Они требуют некоторого технологического вмешательства, скажем так, в структуру сайта, но я как раз буду этим заниматься и пока не буду рассказывать, что это будет. Это будут очень интересные услуги, которые будут доступны каждому и каждый сможет ими воспользоваться. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать. В конце хочу вам пожелать и напомнить очень важный момент. Запомните одну простую вещь, что эффективная психотерапия неврозов она всегда сводится к ответственности перед тем, как ты понимаешь ситуацию, перед тем, как ты интерпретируешь и перед тем, как ты принимаешь решение, что думать. Ты садишься в кресло самолета и ты принимаешь решение сейчас начать пугать себя. Что-то произошло и ты принимаешь решение думать как-то об этом. Ты идешь на улицу или едешь в метро и ты принимаешь решение как-то думать. Проблема заключается в том, что большинство людей не видят этого не потому, что они глупые, а им кажется, что оно само происходит. Все само происходит. Да нет, ни хера не само. Оно само не может происходить, потому что вы просто атрофировали в себе вот этот вот момент, связанный с личностным развитием. вы как личность всегда на самом деле умели управлять выбором, что думать и как думать. Проблема в том, что у вас это атрофировалось, потому что вы это не тренировали. Орган, который не используется, отмирает в процессе эволюции. Вот наши с вами неврозы это то последствие, что вы просто атрофировали в себе способность видеть, как вы выбираете думать о определенных обстоятельствах или о грядущих обстоятельствах. Это вы выбираете тревожить себя. Это вы выбираете беспокоить себя. Это вы выбираете чувствовать вину. Это вы выбираете чувствовать стыд, ревность, злость, страх и так далее. Это ваши выборы. И я занимаюсь в большинстве случаев тем, что учу людей не просто видеть, как вы это выбираете, а еще на это влиять. И тогда у вас возникает полное ручное управление этим процессом. И мои клиенты, что в группе, что на семинаре говорят, слушай, я вот сделала вот так-то и так-то, у меня вообще тревоги не было. Или она закончилась. Странно, а как это так? А потому что ты просто взяла рубильник и просто его переключила. И твоя эмоция упала, и у тебя нет никакой вегетатики. Он сейчас был до вас, пока я снимал ролик. Парень с ОКР, который все время с ОКР, то я сойду с ума, то я кого-то убью. Он говорит, я шел там-там-то, принял решение думать вот так. И принял решение так не думать. И говорит, я проходил по Ике, и вообще идеально. Все было круто. Как оно так работает? Я говорю, вот так и работает. И вот эта тренировка работы над своим мышлением и есть тот самый внутренний рост. И вот это надо понимать. Этим мы и будем заниматься. И самое последнее, и закончим. По поводу моих видео лекций, по поводу канала Невроза Мегаполиса. Вы делаете очень большую ошибку. Все ее делают. Больше 160 практических лекций на канале. Но вы их смотрите. Но вы их не понимаете. Знаете почему? Потому что вы включили лекцию и сидите. Ага. Прикольно. О, про меня, про меня сейчас. О, у меня так же, да. Ага. Во-во-во-во. Да. О, точно. Смотри, правильно говорит. Да, у меня так же. А, угу. Ну да. Вот так вы смотрите лекции. Не так делать нужно. Вы смотрите лекцию канала Невроза Мегаполиса. Вебинар, который вы купили. DVD-курс, который вы купили. Вот сейчас акция идет. Воспользуйтесь этим. Смотрите вебинар по депрессии. Смотрите вебинар по самооценке. Смотрите. Тезис уловили для себя. В голову попал. Поставили на паузу. Записала в свою рабочую тетрадь, что я буду делать, как я буду там думать, и с чем это связано, о чем подумать завтра. Смотрите дальше. Опять услышали для себя важные практические упражнения или еще что-то. Поставили на паузу. Записали. Применили завтра. И так каждый раз. Вот тогда вы будете работать с материалом. Но просто купив архив на 60 часов, включив его, взяв попкорн с кока-колой. Так не надо делать. Я там вам высылаю методички. Вы что думаете? Просто так, что вы их должны распечатать и начать делать. Нет. Смотрим вебинар. Пауза. Записали важное. Смотрим. У вас работает? Да и минимум, если честно. Там огромное количество материалов. У меня купили по акции несколько студентов меда. Они говорят, не на себе, у тебя тут на целые два года изучения. Если это еще применять в медицинских целях, в практике, там огромное количество материалов. Просто им надо заниматься. А не просто с попкорном его просмотреть. Это же не Алан Чумак. Включил запись, записи Логан Давыдову и откладывается на подкорки. Таким маразмом не занимаетесь. Поэтому берете, смотрите, паузу записали. Смотрите, паузу записали. Вот это будет работа. Понятно? Я желаю вам успехов. Ваш Алексей Красиков. Напоминаю, вебинары в эту субботу номер карты есть. Приходите, получите огромное удовольствие от президента Ассоциации когнитивной терапии. Напоминаю про акцию, которая до 1 апреля весь архив 3.300 даром. Вебинары по отношениям 22-го и набор в группы четверг-понедельник на 26-30 мая уже бронирование будет с понедельника. Обязательно воспользуйтесь той информацией, которая есть в архиве, которую можно купить за 3.300, даже если вы не испытываете панических атак, даже если вы не испытываете острых симптомов. Я вас уверяю, этот архив вам всегда поможет, вы всегда его будете пересматривать и всегда будете решать все более и более глубокие вопросы в своей психике и в своей личности. Успехов! Увидимся! Скоро будут новые лекции и новый формат. Маленький секрет увидите. Пока! Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...